Здравствуйте! В эфире программа «Наследие Севера» и я, ведущая Наталья Ивашевская. Шамаготская прорезная резьба – пожалуй, самый известный берестяной промысел в России. Название свое он получил от речки Шомаксы, что впадает в Северную Двину ниже Великого Устюга. А в нашей сегодняшней программе мы познакомимся с мастером народных и художественных промыслах Вологодской области Нинель Старковской. Нинель Вадимовна сразу после школы пошла учиться в ремесленное училище. Там она и познакомилась с таким искусством, как резьба по бересте. Обучение проходило легко. Нинель Старковская быстро овладела рабочим инструментом – ножом и шилом. После окончания образовательного учреждения поступила работать на фабрику «Великоустюгские узоры». Там и трудилась практически до самого ее закрытия. Потом приходилось работать в других организациях. И уже не по своей профессии. Но любимое дело Нинель Вадимовна никогда не оставляла. Работала, но все равно занималась своим промыслом. Почему-то так вот меня увлекло очень даже. Я сама даже удивляюсь, как так у меня получилось, что я не мог прямо без этого промысла. Сейчас Нинель Старковская работает в Центре традиционной народной культуры «ЛАД». Здесь она проводит занятия и мастер-классы резьбы по бересте. Передает свои знания молодому поколению. Также продолжает делать уникальные работы, которые в будущем будут представлены на различных конкурсах и фестивалях. Деревянный сундук с кружевными берестяными вставками изготавливался в единственном экземпляре. Этот сундук очень долго делается. Это форма, ладно, там дерево, он это мастер сделал дерево. Но еще специально делаем, я делала вот эти специальные выемки под бересту, чтобы береста была внутри. Именно, чтобы когда берешь работу, пальчики не задевали, не зацепляли, что береста может скорябаться, там поцарапаться. И специально всегда, даже раньше в старину, когда вот это делали, шкатулки, деревянные шкатулки. Они, конечно, были очень в беходе, как перчаточницы разнообразные, шкатулки, они славились за рубежом нашей работы. Тоже они все были именно с выемками. Было именно, что береста была внутри. Этот сундук своими руками изготовил муж Нинель Вадимовны. Со временем организовался так называемый семейный подряд. Они вместе ездят на фестивали и конкурсы, вместе придумывают новые формы изделий. Муж у меня тоже, муж, конечно, у меня, мы вместе с ним в училище, в одной группе учились. Потом как-то нас судьба развела. И через 25 лет где-то мы опять встретились, и сейчас вот вместе делаем такие работы. Он столер, он точит, да, работаем, тарелочки точит, вот шкатулочки делает. Туисочки делают разные. Вот все вместе сейчас опять начали делать. У нас как семейное получилось сейчас династии, будет продолжаться. Орнаменты шамогодских резчиков, называемые берестяным кружевом, использовались при изготовлении шкатулок, коробочек, чайниц, пеналов, туисов, блюд, тарелок и портсигаров. Сейчас, как замечает Нинель Вадимовна, туиса и шкатулки вновь входят в обиход. Многие хозяйки приобретают экологичную посуду для хранения круп и других продуктов. Уникальность, конечно, этого промысла в том, что работаем мы на бересте, это натурально, естественно, все. И работаем всего двумя инструментами. Ножички, шилы. Шилом мы наносим произвольный рисуночек. Это растительный орнамент, совершенно растительный орнамент. Вот веточки идут у нас. И ножичком вырезаем фон у рисуночка. И все. И у нас ни один рисунок не повторяется. У нас каждое изделие уникальное. Потому что, если, например, туисочки одинаковые делаем, форма одинаковая, например, но все равно рисунки, это они все будут разные, совершенно. И у каждого мастера, как говорят у человека, свой почерк, так и у мастера своя рука. Каждый резчик по бересте – это уникальная личность со своей историей, со своим почерком. Профессионал, увидев изделие местного мастера, может сказать, чьей рукой выполнена работа. Творчество у стюжан очень ценится за пределами Вологодской области, особенно в северных регионах. А работы Нинель Старковской, выполненные в технике шамогодской резьбы, готовы принять в музеях народного творчества. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова